Привет всем, меня зовут Олег, и мы начинаем. Вообще, по идее, это не запланированное видео. Я думал, что лучше, если я сосредоточусь на каких-то своих проектах, чтобы вам выкладывать годноту, чтобы вам действительно было интересно и вкусно смотреть мои видео. Но! Меня взбесили, и мне надо высказаться. И поэтому я решил включить камеру и записать бесполезную болтовню. Уже официальную рубрику на моем канале. Надеюсь, что вам нравится смотреть эти видео. В последнее время я начал осознавать то, что в каких-то местах во мне проявляются черты лицемера. То есть, иными словами, я говорю то, что на самом деле не чувствую. И из-за этого мне было очень грустно, на самом деле. Я думал, вообще, что делать-то с этим? И тогда я начал копаться в себе и вообще думать о том, почему я веду себя так. Ответ у меня был один, потому что я хочу, чтобы людям было более комфортно со мной общаться. То есть, не важно, какие у меня мысли в голове, мне просто нужно будет поддержать людей. И тогда они будут довольны, и я особо не пострадаю. И в последнее время я стараюсь держать себя в ежовых ковисах. То есть, не дать проявиться вот этому лицемеру, плечине такой моей. И полностью высказывать всё то, что я думаю напрямую. И к чему я вообще веду, и к чему я взорвался и решил снять для вас это видео. Дело в том, что буквально час назад мне написали о том, что я лицемер в своих видео. И тогда мне стало действительно обидно. Чуть ли не до слёз. Почему? Дело в том, что разговорное видео я начал снимать относительно недавно. Я всегда гордился этими видео. Как бы это странно ни было, несмотря на то, что ты просто садишься перед камерой и говоришь. Но я всегда старался быть предельно искренним. Я всегда понимал те темы, которые действительно для меня важны были в определённом промежутке времени. Над которыми я размышлял вместе с вами. То есть я всё писал от души. Вот когда я читал что-то, когда я разговаривал с вами, я действительно прав это всё из себя. Это ничего не придумано. А тут меня обвиняют в том, что я лицемериваю просто неискренне. Ни с собой, ни с вами. Я даже себя часто корил за то, что я понимаю эти темы, которые не стоило бы обсуждать в видеоблоге. Но мне казалось то, что именно вот через эту искренность люди смогут чему-то научиться. То есть взять что-то и использовать это в своей жизни, когда с вами произойдёт какая-то такая ситуация. Почему я расстроился, когда я услышал то, что я неискренний в своих видео? Потому что я подумал о том, что есть действительно люди, которые меня сейчас смотрят, и они мне не верят. Тогда, если тебе не верят, то зачем снимать? Зачем делиться таким сокровенным, чем ты не можешь поделиться даже со своими друзьями? И они узнают это через вот... Через камеру. Вроде выговорился, легче стало. Чё ещё? Также хотел сделать объявление о том, что в ближайшее время будет меньше разговорных видео. Будет вообще меньше вот таких бытовых, где мы с вами разговариваем просто. Я хочу действительно начать делать что-то качественное. Надеюсь, мне это получится. Очень надеюсь. И, естественно, из-за этого, скорее всего, они не будут выходить в срок. Я не смогу соблюдать какого-либо расписания. Возможно, я вообще на месяц пропаду. Кто знает. Я хочу сделать что-то, чем я буду действительно гордиться. Как бы это странно ни звучало, потому что мы говорим с вами о видеоблоге, который никто не воспринимает серьёз. Пам-пам-пам... Парададададам... Наверное, вам будет интересно узнать, что вообще происходит у меня в жизни. Или не очень интересно. Но я всё равно вам скажу. Я опять сел на диету, потому что я разжирел. И я даже начал делать некоторые упражнения спортивные. Мне не нравится тот жирок, который появляется. И я не хочу вернуться к 2010 году, когда я действительно видел большой живот. Я не хочу этого допустить. Поэтому худею опять. Ну, я стараюсь, по крайней мере. Я не могу сказать о том, что я соблюдаю ту диету, которая у меня была раньше. Раньше я вообще был сумасшедшим. Я сидел на воде и фруктах. Так вообще нельзя делать. Вы от этого не похудеете. Вы испортите себе желудок. Но я похудел. Но здоровье это очень важно. И поэтому не надо так худеть, как я худел. Просто любить себя. Здоровый вопрос жизни. И всё у вас будет хорошо. Наверное. Не мне об этом говорить. Идите к диетологу. Вот. Сейчас я начал активно искать работу. Потому что пора. И у меня сейчас напряжёнка с деньгами. Потому что надо уже платить за обучение. Надо помогать семье. Олег тебе 18 лет, между прочим. Поэтому я сейчас этим занимаюсь. Уже всю неделю ищу себе работу, которая мне не будет противна. Я такой найти пока не могу. Но я уже думаю о том, чтобы стать курьером. Потому что мне нравится ездить в общественном транспорте. Он меня как-то вдохновляет. Я смотрю на людей. То, что с ними происходит. И мне становится от этого как-то хорошо. И приходят какие-то идеи для песен. Для видео. Вот. Что ещё произошло. При расписании я вам сказал. То, что скорее всего оно будет скакать. Я не знаю, когда будут выходить видео. Всё равно я вас люблю искренне. Поэтому я и хочу делать что-то хорошее. Хотя, знаете. Я сделал гайер. На который я очень рассчитывал. В том плане, что я рассчитывал, что он вам понравится. Но он был не настолько качественным. Но его хотя бы было не противно смотреть. Он был не фальшивым. Он был с почти качественной картинкой. И от меня нашли описываться. Это что-то значит. Когда я снимаю челленджи, у меня идёт рост подписчиков. Я не знаю, что мне делать с этим. Я не хочу идти на поводу роста. Я хочу просто делать что-то хорошее. Надеюсь, вы меня поддержите в этом. Поэтому не отписывайтесь, пожалуйста. Я, кстати, на протяжении всего видео пытаюсь смотреть в дырочку. Потому что обычно я отвожу взгляд. А так делать нельзя. Но когда я смотрю в дырочку, у меня сразу теряют все мысли. Поэтому для меня это сложно. Ещё немного бесполезных новостей для вас. Я хотел познакомить вас с ними. Это, получается, братья и сёстры Шпротика. Мышка, это кошка, которая родила Шпротика. Она родила уже в пятый раз. Мой дедушка её как только уже не обзывает. Даже, наверное, девушек, которые на Ленинградке стоят, так уже не обзывают. Кстати говоря, если вы из Москвы и хотите себе котика от мамы Шпротика, то пишите в комментариях. Мы с вами спишемся. Но, что-то мне кажется, что у всех уже котики есть. Как-то так. Самое интересное, то, что она рожает уже в пятый раз. Она уже родила примерно котят 20 с лишним. Приблизительно. Хочу сказать о том, что совсем недавно пришли съёмки в парке Горького, которые я назначал со своими подписчиками. И вообще, в принципе, любыми друзьями, знакомыми. Что все вместе пришли и сняли клипак. Но в итоге пришло всего три человека. Я проводил специальное голосование на своей стене. Узнать, придёт ли кто-нибудь. И проголосовало около 80 человек, что они, возможно, придут. И 20 человек, что обязательно придут. В итоге пришло три человека. Мне было чуть-чуть некомфортно. Потому что я подготовил для вас подарочки небольшие. Зато почти эффектно было. Знаете, я всегда мечтал иметь всего месячный запас чего-либо. А тут у меня месячный запас чупа-чупсов. Значит, прекрасно. И я не расстраиваюсь по этому поводу, потому что я понимаю, что я никто. И ко мне не должны приходить люди. Ну, просто вы голосовали и вы не пришли. Кстати, клипак всё равно сняли неплохой. Вскоре, я надеюсь, вы его увидите. И огромное спасибо тем трем людям, которые пришли. Два из них видеоблогера. И огромное спасибо ещё оператору и помощнику оператора. Которые тоже там были. И в итоге нас было шесть человек. Нас было семь человек. Ещё была Люсинес, которая пела. Пам-пам-пам. Ну, вроде я сказал всё, что хотел. Я очень надеюсь, что мои видео не приносят вам никакого негатива. Только вдохновение. Это то, во что я верю. Хотя, я не знаю, какое можно взять вдохновение из того, что я сегодня вам рассказывал. Надо какой-то вывод из этого сделать. Будьте искренними, не будьте лицемерными. Занимайтесь собой. То есть, занимайтесь спортом и худейте, если вам нужно. Но не сидите на диетах. Лучше просто здорового жизни. Рядите себя, любите себя. Чтобы здоровье ваше было крепкое. Как мамочка, прям говорим. Ладно. На этом всё. Огромное спасибо, что досмотрели это видео. Если вы досмотрели видео до этого момента, то напишите хэштег Юлия Савичева Олег. Почему нет? Ну, а на этом точно всё. Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всех люблю. Всем пока.